В Суворовском районе мужчина взял в заложники двух женщин, свою сожительницу и ее беременную подругу. За их освобождение преступник требовал 3000 долларов, у мужчины последний. Кроме того, похититель был вооружен ножом и телескопической палкой и угрожал заложницам. Задержать его удалось в момент передачи денег на улице. За незаконное лишение свободы и вымогательства преступнику грозит до семи лет тюрьмы. Он нас закрыл в квартире, он не выпускал. У него был с собой нож и была какая-то дубинка. Он угрожал? Да, он сказал, если я буду там что-то заступать, защищаться, находить какие-то отговорки, то он мне выбьет зубы и будет бить по животу, потому что я говорила, что у меня маленький срок, у меня может быть выкидыш. Он сказал, мне все равно, потому что он обзывал и ребенка, и меня. Он сказал, я сам тебя побью, что у тебя ребенок выйдет. До Суворовского отдела полиции обратился человек, который сообщал о том, что мала знакомый человек, который принимает двоих женщин, в том числе его вагитную дружину, и требует за их вызвание деньги в сумме 3000 долларов США. Проведением невредкладных оперативных заходов, противниками карного решения Суворовского отдела полиции, установлено место находения потерпелых и злоумисленника затриманного. Ним выявился 23-летний Одессит, под час затримания у которого вылучен телескопический кирок та ниш, которым он загрожил потерпелим. Полицейским угрожали топором и ломом. Жительница Ананьева сообщила в полицию, что трое неизвестных мужчин бьют ее окна. Наряд оперативно прибыл на место происшествия и также нарвался на агрессию вооруженных хулиганов. Чтобы их задержать, пришлось стрелять в воздух из стабильного оружия. Бандитов задержали и доставили в райотдел. Выяснилось, что двое из них ранее судимы. Ананьевского отдела полиции было установлено трех местных граждан, которые совершили хулиганские действия. В подальшем, вишевказані особи за допомогою монтировки ТОСАКИРи почали погрожувати фізичною расправою співробітникам полиции. На будь-які зауважения они реагировали. В связи с этим, вказані особи были затримані в порядке статті 208 КПК. За данным фактом, распечатано криминальное проведение за частиною першої статті 345 Кримінального кодексу України. Данным особам повідомлено про підозру, та на данный час вирішується питання щодо обрання відносно ніг за побіжного заходу судом. Тривають слідчі дії. Месяц в СИЗО без права внесения залога і без можливості подати касацію. Админістратор отеля «Токио Стар» Ірина Поровик останеться в следственному ізоляторі до 18 октября. Таке решення принял апелляційний суд. Як і ранее, при рассмотріні апелляції Вадима Чорного, коллегія судей отменила решення первої інстанції, а затем снова арестовала подозреваемую на тот же срок. Адвокаты настаивають на том, що подозрення не аргументировано, а заключення не обосновано. Але змінити вердікт не помогли ні 8 ходатай со сторони защиты, ні поручители, ні присутствуючі в зале засідання маленькі діти Поровик. На мій взгляд, цей процес носил фіктивно-демонстративний характер. Це решення суда законним не може. Собственно, поэтому суд решил взяти паузу аж до 1-го числа і буде заниматься сочинительством. Я ж говорю, це просто позор судебной системи. Це позор этой коллегії судей, которая сегодня приняла совершенно жуткое, совершенно незаконное решение. В то же время прокуратуре подчеркнули, на свободе Поровик могла бы скрываться от следствия или же пытаться влиять на свидетелей, многие из которых являются ее подчиненными. Пока она пробудет под стражей до конца досудебного расследования. Напомню, отель «Токио Стар» загорелся ночью 17 августа. Тогда погибли 9 человек, еще 10 пострадали. Главные подозреваемые в нарушении требований пожарной безопасности владелец гостиницы Вадим Черный, совладелец Сергей Дурач и старший администратор Ирина Поровик. На прошлой неделе о таком же подозрении объявили главному инженеру отеля. Повара, работники и сам пищеблог городской школы номер 11, где отравились 53 ученика, не были возбудителями сальмонеллеза, утверждают в департаменте образования, ссылаясь на результаты официальной проверки. Инфекция могла находиться в пище, которую дети употребляли именно в день отравления, предполагают чиновники. Сейчас в департаменте ждут разрешения, чтобы возобновить работу пищеблока. А вот с подрядчиком, который до этого готовил еду, придется распрощаться. Сейчас мы уже направили соответствующие сообщения, сообщения данной организации, что она не может совершить еду, потому что условия договора порушены. И даже то, что анализы чистыми поверхностями, никаким образом не выправляют ситуацию, что на еду, где находили продукты, у которых уже вышел термин перебывания. Чиновники говорят, доказательств того, что именно эти просроченные продукты давали детям, нет. Однако факт просрочки является нарушением условий договора. Оказалось, что все работники пищеблока действительно проходили медкомиссию и имеют санитарные книжки. Вместе с тем специалисты предполагают, что повара могли нарушить термическую обработку продуктов, которые были заражены сальмонеллой. Сейчас полиция проверяет все разрешения и сертификаты, которые предоставило им предприятие. Уволить нельзя отстранить. Начальника Одесской службы по делам детей Ирину Дамаскину отстранили от должности. Мэрии начнут служебное расследование в отношении чиновницы. Комиссию, которая должна изучить все обстоятельства инцидента, возглавит вице-мэр Одессы Павел Вугельман. Напомним, скандал разгорелся две недели назад. Представители службы по делам детей решили забрать 11-летнего ребенка в центр соцреабилитации прямо во время уроков. Как оказалось, сиротой после смерти матери девочка является только на бумаге. Фактически всю свою жизнь она прожила с отцом, братьями и сестрами. Нареканий на условия проживания у службы не было. Ранее об увольнении Дамаскины сообщала депутат Горсовета Анна Познякова. Она также направила запрос в прокуратуру с просьбой проверить деятельность службы и центра соцреабилитации, который возглавляет чиновница. Сейчас Ирина Дамаскина находится на больничном. И вниманию водителей в Одессе на две улицы с односторонним движением стало больше. Уже с пятницы таковыми станут улица Тенистая в сторону Черняховского и Педагогическая в сторону улицы Пасмитного. В профильном департаменте говорят, что таким образом борются со стихийной парковкой. Мы сделали одностороннее движение, схема движения размещена на официальном сайте города. Но и в дальнейшем, если в случае, если будет паркование, которое будет осуществляться в нарушении правил дорожного движения, уже инспекторы департамента транспорта смогут накладывать административные санкции на нарушителей правил дорожного движения. Кроме как убедить водителей правильно парковаться, в мэрии говорят, что такие изменения должны разгрузить улицы и ускорить движение автотранспорта. Многострадальная магистраль. Ремонтные работы на трассе Р-33, которая проходит через шесть районов Одесской области и соединяет ее с Винницкой, приостановлены. Подрядная организация освоила запланированный бюджет, но этой суммы не хватило на то, чтобы нанести 5-сантиметровый защитный слой. Если до наступления холодов работы не завершить, то велика вероятность разрушения за зиму того, что уже отремонтировано. Виталий Хейми побывал в Раздельнянском районе. Ровно год назад на этом месте возле железнодорожного туннеля за Кучерганом началась масштабная акция протеста. Жители Степановки и Павловки больше недели не покидали свой пост, требуя начать ремонт дороги Р-33. Весной 2019-го работы начались, однако до конца дело доведено не было. 8-километровый аварийный участок трассы, соединяющий 6 районов области, привели в проезжаемый вид за несколько месяцев. На первый взгляд, дорога от Кучергана до поворота на Раздельную уже готова. Осталось нанести разметку и оборудовать весовым комплексом, так как направление весьма популярно у перегруженных фур. Но местами на дорожном полотне уже видны небольшие вмятины. Местные жители говорят, ничего удивительного, поскольку ремонт еще не закончен. Впереди укладка защитного слоя. Правда, когда это будет, никто не знает. Это самые дорогие работы, это защитный слой, без которого просто 105 миллионов, которых уже освоили, подрядчики уже на эти деньги, они выполнили работы. Они просто до весны напрасно потраченные деньги будут, потому что все специалисты в один голос говорят, что до весны эта дорога не доживет, если не положить слой в 5 сантиметров, самый дорогой защитный слой. Ну и доделать там по мелочам осталось. Пока ясности нет, где эти деньги смогут найти, потому что подрядчики уехали и рассказали нам, что из 105 миллионов, которые они затратили, им выплатили всего 62 миллиона гривен. Если в ближайшее время работы на магистрали не будут продолжены, жители сел, через которые проходит трасса Р-33, готовы снова к бесстрочному перекрытию. Пока же громада уже докладывала о проблеме новому нардепу от партии власти, надеются здесь на активную и эффективную позицию областного руководства. Повернувалось использовать те деньги, которые остались от дороги Одессы-Рене. И на это требовалось решение Верховной Рады. И на сегодняшний день, насколько я знаю, эти деньги, которые остались от Одессы-Рене, они перекинутся на дорогу на Маріуполь. И поэтому, мабуть, трошки нас хвилюет эта ситуация, адже не понимали, что будет закончена в этом году эта дорога. Люди настроены очень серьезно, потому что все понимают, дорогу если не достроят, и в следующем году ее разрушат, и опять нужно все заново. Проект, тендер, и это опять уйдет. Уйдут годы просто. Мы же говорим просто за 8 километров дорог. Не за дорогу Одессы-Рене, которая там больше 200 километров. 8 километров, за которую люди борются уже больше 15 лет. Впрочем, участок трассы Р-33 далеко не единственный дорожный недострой в этих краях. В 500 метрах от главной дороги, ближе к границе с непризнанным Приднестровьем, в Камышах стоят сваи под мост. Сооружение, по идее, должно соединять Степановку с селом Новокрасное. Строительство заморожено уже 10 лет. Весной вода в реке Кучерган поднимается, и достроенный мост значительно облегчил бы дорогу местным жителям. В этом году был поднят этот проект, и служба автомобильных дорог, он коррегировался. И последняя информация, что мы имеем, это то, что на сегодняшний день они собираются с этим проектом подавать его на экспертизу до Киева, для того, чтобы, ну, считаем, что есть шанс. Он стоит у нас в перелике объектов, который первочередный, с гидроспород. Нашлось ли место Степановскому мосту в списках первоочередных на ремонт, подготовленных Минфином, Министерством инфраструктуры и Парламентским бюджетным комитетом, узнаем до конца этого года. Виталий Хемия, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». На смену старой системе голосования ВЕЧ, которая отработала 13 лет, мэри установит новую с еще большим количеством функций. Она производится в Китае и обойдется в городу в 11 миллионов гривен. Именно такую используют в ООН и МВФ, уверяют специалисты мэрии. Она автоматически переводит с 64 языков, обеспечивает отображение документов, презентации, видео и тому подобное. Такая система уже работает в Полтаве. Между депутатами можно общение во время сессии там будет вести. Это можно делать и без карточной системы. Там функция есть, можно регистрироваться и по отпечатку пальцев. То есть можно зарегистрировать, проводится конференция системы, например, сфотографировать участников. Теперь рабочие станции будут в виде планшета с микрофоном и видеокамерой, которая будет фиксировать персонально каждого депутата, чтобы проверить, был ли он на голосовании. В общем, закупят 82 таких терминала. На монтаж и запуск уйдет месяц. Если тендер пройдет быстро, то новая система может заработать уже к концу этого года. Реставрационные работы по обновлению фасада дома на Садовый 5 продолжаются. Сегодня объект посетила специальная комиссия Горсовета. Депутаты и профильные чиновники, чтобы проинспектировать ход реставрации. Представитель подрядчика заверил, что пусть и с опозданием, но фасад здания в историческом центре города будет приведен в порядок. Объект собирались сдать в конце прошлого года, но задержки с финансированием стали причиной изменений сроков окончания реставрации. Кроме того, нужно решить ряд вопросов, связанных с документацией. Надо корректировка паспорта фасада. На самом деле, утвержденного архитектура. Тогда будет выполнена каждая. Каждая будет нести ответственность. Производственники будут нести ответственность за соответствие аутентичности. Соответственно, контролирующие органы будут понимать, что с нас спрашивать. А мы будем знать, что с нас есть, что спросить. Тогда спекуляции идут. Этот паспорт фасада утвердить в архитектуре и просто повесить на ком-то сайте, чтобы каждый мог посмотреть, увидеть, сказать, строители сделали так или не так. Тогда снимется вопрос этих всех спекуляций. Проверяющие, в свою очередь, сообщили, что уже проведен капитальный ремонт крыши дома, который с 2013 года был в аварийном состоянии. Кроме того, укреплены несущие конструкции. 8 миллионов гривен уже успешно освоены, в мэрии убеждены. Нет основания сомневаться в том, что подрядчик доведет работу до конца. Распространяются по средству фейсбука и интернета поступает информация о том, что на улице Садовой 5 уничтожен памятник архитектуры. То есть, что здесь ликвидированы и отбитые элементы фасадной группы, которые, наверное, вот таким образом и будут приняты городом как актом выполненных работ. Поэтому сегодня мы решили еще раз собрать, в общем-то, полный пул средств массовой информации для того, чтобы четко пояснить, рассказать, объяснить прямо здесь на месте поэтапность выполнения работ по возврату лепнины и элементов декора на фасад дома по улице Садовая 5. За название восьми одесских мостов сегодня проголосовали на общественных слушаниях. Оказалось, что из всех 29 сооружений в городе название есть только у 12. Но официально зарегистрирован только Сабанеев. Сегодня 38 участников слушаний поддержали исторические и народные названия мостов Кацебу, Тещинова, Строгановского, Пересыпского, Горбатого, Куяльницкого, Новикова и Глухова. Как очевидно, инвентаризация мостов Одессы, за исключением одного мосту, мосту Сабанеева или Сабанеевского, жоден другой мост официально не именован на сегодня. Поэтому историко-эпонимическая комиссия рассматрала это вопрос. Кричи, впервые в березне 2018 года, возникло вопрос, когда был отреставрованный мост Коцебу в центре города. И возникло вопрос, чтобы установить мемориальную табличку о том, что это мост. Небольшие споры возникли только относительно Горбатого моста. Ведь до 60-х годов прошлого века одесситы его называли Бароновским. В честь барона Карла Унгерта Штернберга. Но двойное название участники собрания не поддержали. Часть сторожилов Одессы продолжают его называть Бароновским. И Бароновский мост, как вы указали, назначились барона Урген Штернберга. Это не просто какой-то барон, это человек, который руководил строительством Одесской железной дороги, который основал бароновские железнодорожные мастерские, из которых возник завод впоследствии Январского восстания и Краян. И, как вы сами сказали, название Горбатой появилось в 60-х годах, в частности в официальных документах, когда советские власти боролись со всяким напоминанием об аристократии, о царских временах. Кроме того, у некоторых участников общественных слушаний были замечания по поводу состояния и необходимости ремонта нескольких одесских мостов. Горбатая, главная проблема, я вважаю, проблема ремонта этих мостов, потому что я, как громадский мухач, будем говорить, это их запрошено. Я бы хотела обратить внимание на состояние наших мостов. Я живу біля Ивановского моста. Ви знаете, он в жахливом состоянии, а очень важный, будем говорить так. Так что я бы хотела, чтобы наша влада обратила внимание на это. После того, как название мостов утвердили на общественных слушаниях, свое слово должны сказать депутаты Горсовета на ближайшей сессии. Со следующего года украинскую систему медицины ждут перемены. Начнет работать программа медицинских гарантий, которая предусматривает бесплатный перечень услуг. На нее выделено 72 миллиарда гривен. Бесплатная помощь доступна для пациентов, которые заключили декларацию с семейным врачом. Таким образом, для украинцев определенный перечень услуг будет доступен, ведь они уже заплатили за них и своих налогов. В этот перечень войдут амбулаторные исследования, терапевтическое и хирургическое лечение в стационаре и экстренная медицинская помощь. Вы все живете и работаете в Украине, что вы найдете с семейного лекаря, або педатора, або терапевта, указали с ним декларацию и показали нам, как национальной службе, куди конкретно, в який заклад и какому лікарю сплатите за ваше обслуговование. Вперше система начала изменяться в таком направлении, что мы перестаем просто утримывать лекарь, а мы начинаем платить за конкретно сделанную работу. Если вы выбрали этого лекаря, идентифицировали себя, мы за ваше обслуговование ему заплатим. Программа медицинских гарантий рассчитана для всех граждан страны, независимо от возраста, статуса и трудоустройства. После направления семейного врача каждый может самостоятельно выбирать медицинское учреждение, в котором можно получить пакет бесплатных услуг. Такая программа будет действовать во всех медучреждениях, заключивших соглашение с Национальной службой здоровья. Данная система финансово выгодна как для пациентов, так и для врачей и медицинских учреждений. И заплатили медицинскому закладу за ту послугу, которую они нададут пациенту. Пациент отримает послугу. Национальная служба здоровья Украины оплачивает эту послугу, и это выгодно. То есть мы будем все делать на месте, для того, чтобы наши медицинские заклады, отечественные, Виколаевщин и Херсунщин, были успешными, эффективными и делали в интересах пациента. Также по программе безвозмездно будут предоставляться инсулин, гемодиалис, лечение инсультов и инфарктов, роды и неонатологическая помощь, а также эндоскопические услуги для раннего выявления рака и маммография. Международный гуманитарный университет объявляет дополнительный набор в магистратуру в связи с большим спросом среди студентов и абитуриентов. Интересно, что для поступления не нужен сертификат внешнего независимого оценивания. Все те, кто еще не получил диплом магистра, у вас есть уникальная возможность подать документы в приемную комиссию Международного гуманитарного университета и, обращаем внимание, без ЗНО поступить на следующие специальности. Это правоохранительная деятельность и филология перевод. Это, наверное, последняя возможность, потому что в следующем году будет на все специальности магистратуры уже будет ЗНО. ВУЗ осуществляет набор по нескольким специальностям. Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, менеджмент, публичное управление и администрирование, филология и перевод, а также международные экономические отношения. Также в университете открыли специальность правоохранительная деятельность. Она предусматривает уникальные условия поступления. Все, у кого есть диплом бакалавра, специалисты или магистра, могут поступить в магистратуру без ВНО. Институт права, экономики и международных отношений приглашает всех бакалавров Одессы, Одесской области, а также Украины поступить в магистратуру по специальности правоохранительная деятельность. Это уникальная возможность для вас поступить в магистратуру без сдачи ЗНО. У нас заключены договоры с патрульной полицией, с правоохранительными органами. И наши студенты, уже будучи магистрами, они полностью трудоустроены. Они уверены в завтрашнем дне, что их возьмут на работу. Международный гуманитарный университет является одним из самых успешных высших учебных заведений Украины. Прежде всего, ВУЗ обладает уникальной материально-технической базой, которая постоянно совершенствуется, учитывая нововведение учебной программы. Также в университете работают практики с многолетним стажем. Специалисты, которые преподают, основываясь на собственном опыте. Все сотрудники кафедры являются в прошлом сотрудниками правоохранительных органов. В частности, я работал в подразделениях Министерства внутренних дел, оперативных подразделениях. На кафедре работают специалисты уровня прокурора города. В частности, работает у нас доцент кафедры Минцев Анатолий Николаевич, это бывший прокурор города Одессы. Поэтому все остальные сотрудники также являются либо практикующими адвокатами, либо в прошлом правоохранителями. В этом году Международный гуманитарный университет осуществил рекордный набор абитуриентов более полутора тысяч первокурсников и сотни магистров. В связи с большим спросом, Министерство образования и науки позволило вузу осуществить дополнительный набор. Это еще одно доказательство того, что в университете созданы наилучшие условия для подготовки высококлассных специалистов. Одесские теннисистки Даяна Ястремская и Элина Светолина, увы, синхронно вылетают с турнира в китайском Ухане на стадии четвертьфинала. Обе спортсменки уступили в двух сетах. Ястремская проиграла Петри Квитова из Чехии 6-2-6-4, а Светолина – американки Алисон Риск 6-1-6-3. Следующим стартом для одесситок станет открытый чемпионат Китая, который стартует в Пекине в ближайшие выходные. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. До скорого.